Следственный эксперимент. Вопреки обычной практике, решили проводить, что называется, по горячим следам, сразу после задержания. Дмитрий Савко, главный подозреваемый в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной Бориса Игнатьева. 34-летний мужчина спокойно рассуждает о том, что бить, в общем-то, не собирался. Но деньги пенсионера и желание купить дозу наркотиков были сильнее. Как события развивались? Я потянулся в сумки, потом развернулся к дедушке и выдавил его локтем. В голову? Да. От этого удара? От этого удара он чуть-чуть отступился назад. Я подошел и ударил его еще раз локтем в голову. Затем последовали еще несколько ударов. Ветеран упал и больше не подавал признаков жизни. Савко бросился обыскивать квартиру. Его добычей стали 50 тысяч рублей. Все, что было в квартире погибшего. После я вернулся в кухню, забрал свою сумку, взял ключи, вышел, закрыл дверь и удалился с данного адреса. Эту квартиру в новом уютном доме ветеран получил всего пять лет назад, как и другие участники Великой Отечественной. Как и просили пенсионеры на первом этаже. Даже несмотря на тяжелые последствия инсульта, Борис Игнатьев был полон сил. Радовался тому, что теперь в его квартире есть газ, горячая вода и потихоньку начинал обустраивать свое новое жилье. Тогда же он познакомился с Дмитрием Савко. Тот работал в его квартире. Пять лет назад, в 2014 году, он стеклил балкон указанной квартиры и тем самым познакомился с Игнатьевым. Спустя пять лет, в связи с тем, что подозреваемый употребляет наркотические средства, он вспомнил о том, что данный дедушка проживает один. В этой связи пришел к нему в гости. Бывший снайпер, он воевал большей части уже на территории Европы. Кавалер ордена Красной Звезды Борис Игнатьев почти не рассказывал подробности страшных боев, но всегда любил принимать гостей. Каждый год к нему приезжали чиновники разных уровней. Он всегда был на слуху. После окончания войны он еще какое-то время служил танкистом, а затем работал преподавателем военного дела. В городе его знали и любили. Личность все-таки, правда, почти легендарная. И Дмитрий Савко об этом прекрасно знал. И, видимо, рассчитывал, что у всеми уважаемого ветерана явно есть чем поживиться. Убийство ветерана, заслуженного человека, который прожил 92 года, который прошел всю войну, и на сегодняшний день вот так вот трагично закончилась его судьба. Для города огромная утрата. Мы знали этого человека, на самом деле помогали ему насколько могли. В местном совете ветеранов гибель Бориса Игнатьева вообще воспринимают как личную трагедию. Фронтовик был едва ли не главным участником всех мероприятий и пользовался непоказным уважением. Посягнуть на участника Великой Отечественной войны, ветерана, жившего, никому не мешавшего, сделавшего много для нашей и для Родины, и для района нашего, это не укладывается у меня, например, в сознание. Сейчас Дмитрий Савко продолжает допрашивать следователей. Известно, что власти региона уже настояли на максимально возможном для подозреваемого наказании. Илья Ушенин, Оксана Гончаренко и Дмитрий Логинов, телекомпания НТВ.